про танкисты всем привет с вами серёга с вами индомит все нас очередной обзор танков наши любимые игры мир танков атлеста геймс у нас на обзоре советская птс а у 10 левела проходная прокачиваемая ветка объект 268 вариант 4 он же потому гордый прикольный красивый танчик в 3d стиль вот и прежде чем продолжим обзор конечно же прожми лайк под видео подпишись на канал если ты до сих пор это не сделал но мы с вами начинаем начинаем конечно же бронирование погнали итак колледж модель нашего объекта 268 вариант 4 ну и погнали касаемо нлд большой нлд двухсоставной нижняя верхняя нижняя у нас 200 и туда достаточно принципе неплохо наш птс щека пробивать но это очень узенькая деталь корпуса vld центральная часть 340 ага чем пробивать даже голдой не бьется одноклассниками ну большинством понятном кит птшки супер пробить им пробьют а вот тяжелые танки средние не возьмут касаемо vld а 240 казалось бы 250 вверху 264 надгусечные по 340 но за счет рикошета за счет приведенной брони всего лишь фактического у нас здесь 100 миллиметров но хороший угол наклона дает вот такую хорошую приведенную броню не пробить тоже теперь касаемо башни руки основная бронеплита 319 верху 327 бить тоже такое щеки здесь вообще 600 плюс рикошет аналогично маска 320 603 сну от 300 и выше до 700 верхняя планочка у нас 55 миллиметров по правил трех калибров от 165 миллиметров калибра можно суда что-то закинуть вот еще лючок 2 здесь он настолько худенькие тоненьким жить туда не попадете ну и наконец пришли к самым интересным что собственный портит эту машину то в игре в упоре это обзорный прибор 211 213 короче все суда его токой по сути ты и убивают то ему будут только умалишенный стабу стоять ну частенько в нлд пытаются пробить к особенно когда танчик как-то вот так еще и выкатывается чтоб получше зашло то может видите он как-то его так быть и тогда будет рикошет так что будьте внимательны боковое бронирование здесь как присутствует 80 175 там 200 100 но углов горизонтальной наводки не хватает чтобы как танковать стрелять поэтому бесполезное дело вот как-то так касаемо орудия пушечка у нас здесь 10 левела вот 152 миллиметров очка с альфой 650 на голде и на обычном типе снаряда 840 на фугасе 293 пробития на основном 360 на голде 90 на фугасе пушка на стоке заряжает 17 секунд дпм 2 300 042 точность 2 с половиной секунды время сведения все стоковые значения которых мы улучшим оборудованием улучшим перками инструкциями там не знает до пайков касаемо полевой модернизации во втором блоке качаем усиленную худовую в четвертом отстройку пролаксов пятом штанговый перископ в шестом блоке вторым слотом берем на живучесть в седьмом слоте а перекомпоновка быка в восьмом ремонтопригодные гусеницы по оборудованию я считаю что заходит вот лучшим образом вот такой вот у нас комплект это досал закалка и вентилятор кто-то скажет лучше вместо вентилятора в этот слот поставить турбину возможно да потому что понерфили все-таки нашу пт-шку именно понерфили подвижность сейчас может быть актуальнее катать не на вентиляторе а все-таки на турбине по снарядам основной снаряд у нас бронебойные и летит аж целых девятьсот шестьдесят метров в секунду голда у нас а кумулятивная летит девятьсот шестьдесят те же и на самом деле такая же скорость полета у нас на осколочно фугасном снаряде по снаряжению ставим ремку аптечку автоматический антитушитель опихнул до паек чтобы максимально раскачать возможность данного агрегата у нас пять членов экипажа перки наблюдать перед собой в таблице теперь что касаемо плюсов минусов до понерфили нам подвижность но вот касаемо огневой мощи у нас здесь жирный минус это отсутствие уве но шикарная просто альфа шикарное бронепробитие вот у нас такая посредственная точность но 036 может быть это у меня из экипажа 039 тоже на сто процентов не переобучено 036 уже неплохо на самом деле непонятно там не лазерга но неплохая как для пт о комфортное время сведения на самом деле там опять же у меня штрафы у меня штраф и так было бы там где-то 2218 ну почти 2 секунды но по огневой мощи в принципе но вот касаемо хп у нас прочность машины 2060 вполне себе учитывая наш бронирование очень даже неплохо касаемо мобильности подрезали 40 вперед 18 назад поставить турбину будет 44 вперед увы до больше там 50 вы уже никогда жизни не поедете так почти 16 лошадей на тонну отдельная мощность у нас есть все равно незаметность просто перк незаметно не вкачан но если вкачать где-то 3-4 процента можете рассчитывать факт хотя это агрегат огромный по силуэт но незаметность она присутствует и даже обзор есть благодаря опять же вентилятору до 47 метров целом броня в сочетании с хорошей альфой хорошим пробитием прям реально штурмовая но надо постоянно дергаться дрыгаться чтобы не вы не выцелили там ближнем бою ваш обзорный прибор куда по сути это пт-шка врагами убивается отправляемся в бой смотрим на что пт-омон способен поехали так господа обзор боем объект 268 вариант 4 советская пт-шка 10 левел проходная прокачиваемая веточка после нерфа агрегат по подвижность нам в основном подмертили да 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 обидненько обидненько очень ну ничего ничего прям существенно подвижность нам под не о закинули гранату две арты помню а гранату закинули мы первую о о о о о о нечего мужчины нам делать о о о о о о о а ф о и о о о ну давай лайк хорошо прям в заднюю филейную часть моему гранату бросили кайтул собрался а куда это он намылился все баре так две тычки есть можно и поесть но мало ты его минотауэр наигрался как вам ребят позиция не съезжая с базы убиваемся глазом на карту мини посматриваем может быть вдруг опять на центре кто-то будет безобразничать и мы его тогда накажем все там никто не высовывает свой нюх так чуть-чуть по блондинку структы там ст и чудо там предпринимает какие действия нехорошие на гору полез да ладно он реально полез на гору я в шоке так 60 парик что-то турит затяжка не все 60 тп не будут нас угощать реально из т2 на гору залез ну даю бойцы невидимого фронта так хочу 60 тп будут угощать нас вот будут с поджогом все а это ангар ребята 2 700 дали хэвиком хотят угостить ну раз буду угощать значит меняем позицию хэвиком уже не буду угощать ну блин я только настроился на угощение а хэвиком не будет угощать так давайте-ка мы вот это дерево завалим вот так чтоб могли мы там краем глазика смотреть и не светиться какие мы хитрые так чем еще будут угощать мы хотим угоститься ну хэвик умер конечно а я как-то он неуважительно вот дает это мы его засветили ребят арта будет присылать то спрятались за камушком нас здесь нет там какой там вот и ешечка тут я какой подкрался до негодник негоднику убили а где он там стоит никогда за домиком за домиком стоит там стоим внимательно ждем там бабаха да а здесь стоит блин от бабахи не хотелось бы принимать может подсветит бабаху легкий час не пробил не пробил ну ребят план сделали 4 плюс сейчас будем с омоном перестреливаться а это не омон это обычно 268 ну мы можем даже тонкануть его если чё кожи кожи тоже летит вот это да вот это броня да ребят все все у нас он нас пробил ребят мы загорелись даже а я я чё выживем с моим ну короче вперед не упоролись отыграли я считаю для этой карты для данного сетапа правильно задевали центр ног кому накидали на горе вот и в конце ущелье продавили все огонь вот как примерно на амоне вот так и надо играть мне кажется а порой можно давить броня есть но правда обзорный прибор куда от него не деться заняли мы почетное по урону третье место по опыту третье все мы большие молодцы тачка интересная особенно раньше было после нерфа я немного честно говоря под расстроился под расстроился по причине того что все-таки подвижность прям существенно подвезли это ощущается это ощущается раньше амон летал просто как птица ребята у кого есть в ангаре амон пиши свои комментарии как вам тачка это в целом после нерфа катались не катались для вас она как-то изменилась или нет какой вы используете оборудование понятно что здесь очень теперь тем более и раньше просилась до улучшить подвижность ее до максимума а сейчас так просится очень сильно турбина но я турбину не ставил ставишь экипаж для обзора ток пересадил с объекта 263 на нем гонял ранее и обзор тоже снимал и соответственно меня вот штрафики разные на сто процентов не переобучен экипаж вот особенно в части разброса время сведения чтобы нивелировать эти потери за счет не переобучен экипаж на сто процентов я был вынужден поставить вентилятор а вам все-таки рекомендую сборку на турбине досал закалка турбина пишите свои комментарии как вы думаете с точки зрения оборудования вот ставьте лукас подписываться на канал а я вам говорю до скорых встреч пока поддержи брата танкиста лайком под этим видео подпиской на канал ну и конечно прожми колокольчик чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре субтитры